Добрый день всем тем, кто подключился на наше обучающее мероприятие, организованное Коалифицированным центром при Министерстве энергетики и жилищно-коммунальном хозяйстве Самарской области. Зовут меня Косилов Игорь Анатольевич, и мы сегодня с вами поговорим о теме энергоэффективности. Мы по этой теме уже проводили ряд мероприятий обучающих. Вы с ними можете ознакомиться на официальном сайте Коалифицированного центра при Министерстве энергетики и ЖКХ и на официальном сайте автономно-некоммерческой организации ЖКХ-контроль. Напоминаю, адрес почты, адрес сайта sop.ru – это Коалифицированный центр. ЖКХ-контроль 63.рф – это у нас автономная некоммерческая организация. Туда, где можно обращаться по всем вопросам, касаемые жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы получить консультацию. Ни одно обращение остается без внимания, но все-таки возвращаемся к сегодняшней нашей теме. И на сегодня я хочу вам сказать о том, что фонд содействия реформирования ЖКХ и фонд дольщиков закончили свое объединение в один общий фонд, теперь фонд развития территорий. Решились все кадровые вопросы, прошли все назначения. И мы сейчас находимся, скажем так, на том низком старте, для того, чтобы наши заявки, которые уже вместе с вами отработаны, пошли на возмещение расходов от федерального бюджета. У нас сейчас порядка 30 многоквартирных домов проводятся расчеты на возмещение. У нас сейчас порядка 30 домов ведутся расчеты на возмещение, определяются суммы возмещения, и люди готовятся к проведению работ по капитальному ремонту. Но, как мы говорили с вами ранее, что энергоэффективности, как таковой, это экономия коммунальных ресурсов на доме. Мы знаем, что у нас основная статья расходов – это тепловая энергия на отопление, тепловая энергия на ГВС, и электроэнергия – это, наверное, составляющие наши основные, наши квитанции за коммунальные услуги. И нам бы, конечно, с удовольствием хотелось бы иметь возможность снизить стоимость, и это возможно в рамках проведения работ по энергоэффективности, в рамках как капитального, так и текущего ремонта. Многие многоквартирные дома уже пошли по этому пути, как я сказал ранее. И у нас уже 30 домов близки к тому, чтобы на утверждение фонда уходили с заявками на получение возмещения. Как я вам говорил, что у нас на территории Самарской области работают эксперты, аттестованные фондом. И сейчас я хочу передать слово Александру Петровичу Костюнину, который непосредственно занимается расчетами по энергоэффективности, готовит заявки в фонд содействия реформирования ЖКХ, фонд теперь развития территорий. Извините, не могу немножко иногда быстро перестроиться с их новым слиянием. Фонд развития территорий. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышны меня всем? Меня зовут Костюнин Александр Петрович. Я эксперт по энергоэффективности госкорпорации, фонд содействия реформирования ЖКХ и теперь уже ППК, фонд развития территорий. Сейчас, секундочку. Какими вопросами я занимаюсь? Я непосредственно в области занимаюсь вопросами проведения расчетов на конкретных многоквартирных домах для того, чтобы оценить их потенциал энергоэффективности и для того, чтобы грамотно сформировать перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить экономию на коммунальных ресурсах и, соответственно, попасть в программу энергоэффективный капитальный ремонт, который утвержден постановлением правительства номер 18 от Российской Федерации от 17 января 2017 года. Значит, на данный момент, напоминаю, у нас в Самарской области для того, чтобы участвовать в этой программе, что необходимо сделать? То есть многоквартирный дом должен иметь специальный счет для накопления денежных средств на капитальный ремонт. Дальше на доме должны стоять общедомовые приборы учета по теплу и электроэнергии. Не менее года. Если эти условия выполнены, есть желание собственников провести энергоэффективные мероприятия и получить это возмещение затрат. Соответственно, больше никаких препятствий нет. Вы можете обратиться к экспертам, которые у нас в области есть. Можете обратиться непосредственно ко мне. И мы, соответственно, с удовольствием вам поможем добиться тех ключевых результатов, которые эта программа подразумевает. Первое – это вы начнете экономить на коммуналке однозначно. Практика уже двухлетняя показывает, что это так. И, соответственно, у вас появится возможность получить возмещение затрат на проведенный капитальный ремонт до 80% его стоимости. О том, 80% вы получите или нет, я остановлюсь чуть-чуть позже. В общих чертах это все объясню. Итак, у вас появилось желание поучаствовать в программе. Что нужно дальше сделать? Дальше необходимо обратиться к одному из экспертов, и нужно будет на вашем доме провести экспресс-оценку. Каким образом она делается? Первое – это на доме проходит визуальное обследование. Обследование обследуется ограждающей конструкцией и состояние инженерных сетей оценивается. Все это делается визуально. Смотрим, какое оборудование установлено, как оно работает, корректно, некорректно. Далее мы запрашиваем в обязательном порядке цикловые отчеты для того, чтобы оценить, правильно ли работают у вас приборы учета, и, скажем так, как они все это дело записывают во времени. По тепловым отчетам мы оцениваем основной показатель – это нештатная работа приборов учета, которая по условиям программы не должна превышать в совокупности 15 суток. Соответственно, мы тепловые отчеты просмотрели, посмотрели отчеты по электроэнергии. Если все нормально, значит, можно приступать к основным работам. То есть, в принципе, на этом, скажем так, экспресс-оценка заканчивается. Ну и, соответственно, на этапе экспресс-оценки мы предварительно вам можем, скажем так, процентов на 50 сказать, сможете вы попасть в программу или нет. Но, опять же, это только 50%. Почему? Потому что в самой программе, в самой методике модельного расчета очень много нюансов при проведении расчетов заносится очень много параметров, которые снимают с вашего дома. И, соответственно, на конечный результат, да, конечный результат, он, конечно же, будет известен только после того, как будет проведен детальный расчет. Но результаты детального расчета, чтобы вы понимали, они дают практически 90% успеха по участию в программе. И они с высокой степенью точности, это плюс-минус 10-15%, которые у вас появятся после проведения тех или иных энергоэффективных мероприятий. Соответственно, в этом отчете вы четко увидите, какое было состояние потребления вашим домом коммунальных ресурсов на момент до проведения первого энергоэффективного мероприятия. Этот объем потребления будет сравнен с нормативом, установленным приказом Минстроя номер 399, определен процент превышения или занижения, и уже на основании этого вашему дому будет присваиваться расчетный класс энергоэффективности до проведения первого энергоэффективного мероприятия. Дальше, опять же, совместно с вами, с собственниками многоквартирного дома, будет определяться перечень энергоэффективных мероприятий из тех 23 энергоэффективных мероприятий, которые утверждены приказом Минстроя Российской Федерации и включены в эту программу в качестве мероприятий, которые можно в ней использовать. Соответственно, мы выбираем эти мероприятия, одно или несколько. Как правило, я сразу рекомендую максимальный пакет использовать. Дальше оценивается их стоимость. После оценки стоимости мероприятия совместно с заказчиком мы выбираем несколько вариантов и определяем экономический эффект от проведения этих мероприятий, то есть какую вы экономию получите годовую, какой будет процент экономии и какой будет потенциал по возмещению затрат. И все это будет соотноситься с той стоимостью работ по капитальному ремонту, с той суммой, которую нужно будет потратить на проведение этих энергоэффективных мероприятий. И методом, скажем так, оптимального соотношения, учитывая наличие денежных средств на вашем специальном счете, учитывая возможность того, можете ли вы где-то занять дополнительные денежные средства, учитывая то, насколько подрядчик готов своими средствами кредитовать это выполнение данных работ, а такое тоже возможно. И такие подрядчики у нас в области существуют и неоднократно к нам обращались. В зависимости от всех этих параметров формируется оптимальный пакет мероприятий к капитальному ремонту. И, соответственно, после того, как он выбирается, расчет завершается. По результатам расчетов вы будете четко знать, какой у вас будет процент экономии после проведения этих мероприятий. Однозначно будете знать, какая годовая экономия в рублях у вас прогнозируется. И, соответственно, будет четко написано, на какую сумму возмещения затрат на капитальный ремонт вы будете рассчитывать. После того, как эти все расчеты сделаны, вам, собственникам многоквартирного дома, необходимо будет провести общее собрание и проголосовать за следующие вопросы. Первое – это за участие в программе энергоэффективный капитальный ремонт. Второе – определить их предельную стоимость, определить подрядные организации, которые эти работы будут выполнять. После того, как вы, скажем так, общим собранием собственников, протоколом, окончательно приняли решение об участии в программе, соответственно, основываясь на те результаты расчетов, которые вам предоставлены, после этого мы будем подавать заявку уже в публично-правовую компанию Фонд развития территорий. И одновременно с этим заключается договор с подрядной организацией, и подрядная организация приступает к работам. Пока подрядная организация выполняет работы, заявка, проходя через муниципалитет, через Министерство энергетики ЖКХ Самарской области, там дома консолидируются все, и коллективная заявка идет на подпись главе региона. После того, как Дмитрий Игоревич подписывает заявку, эта заявка в бумажном виде уходит в фонд в развитии территорий. Тоже никак не могу перестроиться. И, соответственно, там они получают заявку, еженедельно у них проходит заседание наблюдательного совета, совета фонда, где они принимают решение и подписывают заявку. Соответственно, прошло совещание, они заявочку подписали, и информируют нас об этом. После того, как заявка подписана, за конкретным многоквартирным домом закрепляется тот объем денежных средств, которые он должен получить. Они там еще находятся, скажем так, в федеральном бюджете, в фонде, но они уже за вами закреплены. И фонд ждет, в принципе, одного. Это получение актов выполненных работ. Как только акты выполненных работ сданы, работа выполнена, соответственно, это является ключевым фактором для того, чтобы начать перечисление денег и делать возврат денег на специальный счет. В этом году уже со стороны фонда развития территории проведена серьезная работа и порядок движения денежных средств от федерального бюджета до специального счета сейчас уже строго регламентирован. То есть, там все регламенты по перечислениям, порядок отчетности очень строгий сделали. Поэтому мы, в принципе, на всем этапе перемещения денежных средств до специального счета будем все это видеть, потому что соответствующие отчеты будут предоставляться. И, соответственно, собственников мы тоже будем информировать об этом в обязательном порядке. После того, как деньги поступят на специальный счет, нужно понимать, что это возмещение, поэтому далее собственники могут распоряжаться этими денежными средствами так, как они захотят. Собственно, не то, что на свое усмотрение, потому как это специальный счет, нужно четко понимать, что работы нужно проводить в рамках капитального ремонта. То есть, деньги пойдут на дальнейшую модернизацию, на дальнейшее улучшение комфорта проживания граждан, на решение каких-то насущных вопросов, связанных с излишним износом каких-либо элементов здания. Ну и, в принципе, как бы все. Вот на этом все и заканчивается. Это вот если вкратце. Очень часто мне задают вопросы, а какие же основные мероприятия наилучшим образом влияют на экономию потребления ресурсов. В принципе, вот в этих 23 мероприятиях заложено, скажем так, три раздела есть. Первый – это модернизация инженерных сетей и оборудования. это все, что связано с узлом ввода на вводе в дом, индивидуальным тепловым пунктом. Также есть мероприятия замены инженерного оборудования, касаемого именно отопления и горячего водоснабжения. Второй раздел – это работа по улучшению либо восстановлению свойств ограждающих конструкций. Конечно же, большинство мероприятий направлено на улучшение, потому что дома, которые построены особенно до 2000 года, те ограждающие конструкции, которые у них устанавливались, это окна, двери, в том числе стеновые панели, если говорить про многопанельные дома, они явно не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются к этим конструкциям. Поэтому основные мероприятия там идут, это же, конечно же, замена окон в местах общего пользования, пакета, теплофизические свойства которых в принципе намного выше норматива даже. и поэтому проведение этих мероприятий дает существенную экономию в процентах на потребление ресурсов. И, конечно же, вопрос, по которому очень часто сталкиваются, который мне часто задают, это утепление фасадов. Хочу подчеркнуть, утепление фасадов на многоквартирном доме на момент выполнения последнего энергоэффективного мероприятия должно быть 100%. То есть, если вы утеплили частично фасад, либо утеплили только торцы, я могу достоверно вам сказать, что экономия у вас на потреблении ресурсов будет, но это будет невыполненное мероприятие, и рассчитывать на возмещение затрат именно по этому мероприятию утепления фасадов у вас возможности не будет. поэтому, если вы хотите, чтобы по утеплению фасадов получить возмещение, тогда вам надо утеплять фасады на доме полностью. Либо, если у вас частично уже фасады утеплены, вы их доутепляете, и у вас на это есть денежные средства, то да, конечно же, тоже можно этим воспользоваться. Игорь Анатольевич говорил о том, что сейчас у нас порядка 30 домов уже готовы к подаче заявки. Все верно. Более того, в Министерстве энергетики и ЖКХ у нас находятся документы и сконсолидирована заявка на 17 домов. Совокупно эти 17 домов должны получить возмещение где-то порядка 30-35 миллионов рублей. И если говорить обо всем объеме домов, на данный момент их 29, то в совокупности по той заявке, которую мы подадим, они получат порядка 56 миллионов. Средний показатель на дом по возврату денежных средств составляет где-то 1,9 миллиона рублей. В принципе показатель неплохой. Есть у нас уже дома рекордсмены, так называемые. Это те дома, которые претендуют на получение максимального возмещения в 5 миллионов рублей. Есть дома, на которых значительно меньше 2 миллионов они получают, но нужно четко понимать, что эти дома заранее побеспокоились об энергоэффективности. Задолго, с 2010 года они уже выполняли мероприятие по энергоэффективности для того, чтобы снизить потребление этих трех ресурсов. И на момент прихода в участие в программу им осталось только доделать какие-то мероприятия. И, соответственно, прогнозный процент экономии у них не такой большой получается по результатам расчетов, даже если мы эти расчеты сдвигаем на 2 года назад, а такое тоже возможно. И, соответственно, сумма экономии прогнозная в рублях годовая, которая по результатам расчетов уходит, тоже не такая большая получается. Дома зачастую тоже не такие большие и не так много ресурсов они потребляют, поэтому у них сумма возмещения, конечно, где-то в районе миллиона получается. И понятно, что чем крупнее дом, тем больше шансов у него, во-первых, попасть в программу, и, второе, тем больше возмещения они, скорее всего, получат. Еще сейчас вкратце остановлюсь, прям в двух словах скажу. Очень много негативных отзывов идет о работе, установленной на многоквартирных домах автоматики погодного регулирования. Сразу обращаю внимание, если у вас на доме не стоит автоматика погодного регулирования, и вы ее не поставите, вы в программе участвовать не сможете. То есть по умолчанию первым энергоэффективным мероприятием, которое должно выполнить многоквартирный дом, это установка узла управления системы отопления с погодозависимым регулированием. негатив, который я встречаю от собственников при общении с ними, он, скорее всего, связан с тем, что эта автоматика погодного регулирования скорее всего некачественно смонтирована, либо пусконаладочные работы неправильно проведены, либо эти приборы учета и оборудование эксплуатируются неправильным образом. Все эти вопросы мы можем решить, это все решаемо, у нас есть специалисты, которые готовы в этом помочь, поэтому вы за это мероприятие, ну, как бы за качество выполнения этого мероприятия и за результат его работы можете не волноваться. Автоматика погодного регулирования, она однозначно дает экономию, лучше всего самую хорошую экономию автоматика погодного регулирования дает в межсезонье. Это осень, весна, тогда, когда температура наружного воздуха ноль и выше, и в этом случае автоматика погодного регулирования отсекает поступление тепла из внешней трубы с подачи и включает его на циркуляцию внутри здания, пока она не опустится до комфортной температуры. Как правило, там в районе 40 градусов настраивают, чтобы система отопления в целом работала. И уже с подачи подается теплоноситель только в том случае, когда необходима, и когда температура в отопительных приборах теплоносителя внутри системы становится значительно ниже. И в этом случае в квартирах остается комфортная температура, не надо открывать форточки, не надо платить за то излишнее тепло, которое вам в дом идет. В принципе, экономия действительно реальна. Если вы обратили внимание, в марте у нас часто была такая ситуация, когда ночью были высокие отрицательные температуры, а днем они доходили до плюсовых, даже до плюс пяти. В этом случае как раз серьезный перепад температуры в десятки градусов. И в этом случае автоматизм погодного регулирования исключит излишнее потребление тепла. Наружные тепловые сети теплоснабжающие организации не способны каким-то быстрым образом снизить температуру теплоносителей в общей сети, потому что от котельной размер тепловых сетей огромный и мгновенно переключить температуру практически невозможно. Поэтому узел управления с погодозависимым регулированием как раз это и делает, давая экономию и снижая ваши затраты на коммунальные ресурсы. Вот в принципе у меня все. Если будут какие-то вопросы, очень скоро у нас на сайте жпх-контроль 63.рф появится страничка по энергоэффективности. Уже сейчас этот сайт работает и там в форме обратной связи вы можете задать любые вопросы либо заказать звонок, чтобы вам позвонил кто-то из наших экспертов. Мы с удовольствием с вами свяжемся, обговорим детали конкретно по вашему многоквартирному дому, сделаем определенные выводы, дадим заключение, сможете участвовать в программе или нет, и что нужно сделать для того, чтобы в дальнейшем попасть в эту программу. 24 февраля было заседание попечительского комитета при президенте Российской Федерации, и там уже рассмотрели возможности и разработан в принципе план развития программы энергоэффективности в ЖКХ до 2035 года. И программа энергоэффективный капитальный ремонт, определенная 18-м постановлением правительства, тоже в этом пакете существует, она есть, и там четко указано, что она должна развиваться. Конечно же, будет совершенствоваться методика модельного расчета, и скорее всего, какие-то дальнейшие условия будут меняться, но я так надеюсь, что это будет все-таки в лучшую сторону, и так, как это было до этого. В частности, там в декабре 2020 года, когда были изменения существенные, которые позволили более комфортно работать именно по этой программе. У меня, в принципе, все, спасибо за внимание. Александр Петрович, огромное спасибо за развернутую лекцию, в принципе, даже можно так сказать, по энергоэффективности. Действительно, даже нужно добавить, что предложения Александра Петровича в 2020 году по программе были приняты фондом, и они сейчас вошли в общую программу. Также в дальнейшем будем предлагать какие-то необходимые изменения, сам порядок расчетов, саму программу. Благо, фонд очень оперативно и качественно реагирует на все эти предложения. Это сам может. Итак, резюмируем в конечном итоге. При проведении энергоэффективных мероприятий. Первое, мы улучшаем комфорт проживания в своем квартирном доме. Второе, мы получаем экономию потребления коммунальных ресурсов, следовательно, мы получаем квитанцию с меньшей суммой, мы платим меньше за определенную услугу, мы экономим. Третий момент, мы можем потраченные денежные средства по программе не более 5 миллионов, не более 80% затраченных денежных средств вернуть на свой специальный счет. Ну и, конечно же, стоимость ваших квадратных метров в вашем квартирном доме становится более привлекательной и стоимость квадратного метра домах, которые проводят энергоэффективные мероприятия, растет по сравнению с теми же домами-близнецами, которые эти мероприятия не проводят. Ну, здесь как раз вам повод об этом хорошо и серьезно подумать, но, в случае возникновения вопросов, мы готовы вам оказать всестороннюю поддержку. Наша задача, чтобы в наш регион в как можно большем количестве приходить федеральные денежные средства. А если эти федеральные денежные средства приходят сразу же жить на специальный счет, нас это радует больным. Приложим все усилия, надеемся на вашу обратную связь. Ждем обращений, ждем вопросов. Спасибо всем, кто сегодня подключился. Данное мероприятие будет размещено в записи для тех, кто не смог сегодня посмотреть онлайн. Спасибо большое. До новых встреч.